привет я роман душкин на научно-просветительском канале душкин объяснит и сегодня хотел бы объяснить одно из фундаментальных понятий нашего мироздания вот все реально всего мира несмотря на то что это какая-то математическая концепция как может показаться многим моим зрителям но нет это реально фундаментальная штука которая лежит прямо в основании нашего мира и это обратимость вычислений но конечно мы это будем рассматривать в контексте клеточных автоматов которые мы сейчас изучаем и поэтому мы будем изучать обратимость клеточных автомат погнали и так чтобы понять какой клеточный автомат является обратимым я очень кратенько расскажу про обратимость вычислений вообще ведь мы помним что клеточные автоматы это вычислительная модель и значит обратимость относится к вычислению соответственно давайте я очень кратенько поясню что знать что значит вычисления обратимы соответственно если у нас есть вот такая вот кибернетическая модель вычислительного процесса это значит что мы у нас есть какая-то функция f мы подаем на вход некие некое входное значение на выходе имеем выходное значение в алгебре это записывается вот так вот то есть значение о равно f от и да что значит обратимый обратимый значит что существует некая функция f которую мы будем записывать f минус первой степени такая что и равно f минус первой степени от по то есть вот эту штуку мы можем при помощи функции обращения не функция процесс обращения преобразовать вот такую вот вычислительную модель но это еще не все как бы обязательно должно выполняться условия что это функция f минус 1 существует на всей области значений то есть так скажем область область значений функции f минус первой степени равно область наоборот область определения функции f минус 1 степени равно область значения функции f и наоборот и наоборот то есть область значения функции f равно области определения функции f минус 1 но это очевидно по построению вот это отсюда следует а и не существует не такого о не существует такого о назовем о вот такой херовины прошу прощения такой что f такого что что существует и 1 и 2 такие что f минус 1 от о равно и 1 и f минус 1 от о равно и 2 то есть функция f минус 1 однозначно другими словами у нас ведь вот этот вычислительный процесс который мы здесь нарисовали взаимное однозначное отображение хода выход ну по-другому называется объекте не люблю я вот эти все термины потому что объясняю на пальцах но тем не менее для тех кто знает обеся объект значит если мы нарисуем то что мы любили рисовать школе но за исключением того что мы здесь рисовали x и когда то функция f она должна быть вот примерно вот такая то есть и как бы а там это вот функция f а функция f от от минус 1 степени мы что должны мы должны вот эту штуковину вот такую провести и от нее отразить это получается и от f минус 1 о при условии что вот здесь у нас теперь будет и а вот здесь будет о для красного графика вот вот это вот обратимые вычисления я попытался очень-очень как бы поверхностно объяснить что это такое без закапывания в глубинную математику вот для того чтобы вы понимали что значит слово обратимость мы потратили на это пять минут и теперь можем перейти к клеточным автоматом непосредственно но перед тем как мы это перейдем перед тем как мы это сделаем я хочу как бы пояснить почему я в самом начале видео сказал что это фундаментальное понятие нашего мироздания вот всего того что мы существуем в том что мы существуем действительно обратимость обозначает то что информация при осуществлении вычислительного процесса сохраняется потому что если у нас есть необратимые функции то да что ж такое прошу прощения если у нас есть необратимые функции то у нас не сохраняется информация информация кстати что такое информация прекрасно стал вот в этом видео информация это истина до информация это фундаментальное понятие нашего мироздания вот и давайте я приведу банальную функцию как который не сохраняется информация функция которая делает x и x1 и x2 давайте я напомню таблицу истинности соответственно смотрите если у нас вот эта вот функция f от x1 и x2 да это вот этот если она принимает значение 1 то мы можем однозначно сказать что и x1 и x1 и x2 равны единиц но если она принимает значение 0 то мы не можем сказать чему равнялись ее значение аргументов не можем вот это необратимая функция таким образом если мы создадим некая некая вычислительная модель которая будет выполнять функцию конъюнкции эта randomly у нас но это вычислительная модель будет необратима однако существует вычислительных модели и как бы на отдельном потоке по по средам я рассказываю про квантовой технологии и когда-нибудь начну рассказывать про квантовое вычисление вот квантовое числение от обратимые вычлением вычислительные модели и там любая функция обратим а даже так этого считает конъюнцию соответственно квантовое вычисление это такая штуковина которая ну немножко по-другому себя ведет вот и существует соответственно обратимые клеточный автомат давайте прям так запишем обратимый клеточный автомат вот что это такое давайте вспомним клеточный автомат это автомат у которого есть множество состояний к штук мы их обычно называем на и соответственно состояние состояние конечного автомата который находится на позиции x y в момент времени t плюс 1 равно некой функции некой функции который называется функция перехода от состояния давайте мы в и w состояние множеств состояний на позициях пау и w таких что в момент времени t таких что вот это вот координата принадлежит некой окрестности координаты x y причем окрестность выбирается производим примерно подну об самим автоматом это определяет вот конкретных вечный автомат определяет какая у него окрестность соответственно обратимый клеточный автомат обратимый кола-кола это такой клеточный автомат что существует для нашей функции перехода обратная функция вот в этом смысле вот и все очень просто давайте рассмотрим пару примеров поскольку мы уже изучили нульмерные клеточные автоматы ссылка на это видео будет сейчас здесь кто не смотрел обязательно посмотрите чтобы понять вообще как клеточные автоматы работают я как бы напомню у нас существует 4 типа нульмерных клеточных автоматов 4 вообще вот их их в принципе 4 клеточных автомата нульмерных у которых два состояния состояние у нас мертвый и живой соответственно у нас есть автоматы которые мы назвали 0 и 1 значит что делает 0 он если у него есть вот такой или такой вход он превращает его в 0 и далее у него вот так вот вот вы понимаете то вот эта штука вот эта штука назад не работает соответственно автомат один делает тоже самое но у него вот так вот и вы также понимаете что вот эта штука назад не работает а теперь вспомним автоматы нульмерные клеточные автоматы которые называются айди и нот соответственно что делает айди вот у него вот такие два кода автомата иди очень неинтересный автомат вот но вот это вот дает нам понимание что назад она тоже работает то есть для каждого для любого состояния мы знаем каким было предыдущие соответственно автомат нод работает вот так и для него если рассмотреть вот одну штуку мы тоже понимаем что обратно работает для состояния живой предыдущим было мертвым мертвым мертвый предыдущим было живой автоматы айди и нод обратимы автоматы 0 и 1 необратимы вот так вот два таких очень простейших примера не зря мы изучили нульмерные клеточные автоматы заранее и вот как бы совсем на пальцах показал что значит обратимые и необратимы вычисления при помощи демонстрации вот таких автоматах автоматы которые более сложные клеточные автоматы которые более сложные тоже могут быть обратимы придумано большое количество обратимых клеточных автоматов и фишка в том кстати я сейчас забегу немного вперед но это интересная информация у обратимых клеточных автоматов не существует таких конфигураций которые называются сады эдема сад эдема эта конфигурация как у которой нет предшественника с очевидностью у обратимых клеточных автоматов таких конфигураций быть не может у необратимых клеточных автоматов такие конфигурации могут быть в частности у знаменитого автомата игра жизнь джона конвея большое количество садов эдема это очень интересные конфигурации и когда-нибудь мы их изучим поэтому на канал на мой подписывайтесь прямо сейчас и поставьте лайк напишите в комментариях понятные вам концепции обратимости вообще чем напишите ну и все такое все с вами был роман душкин до новых встреч пока